здравствуйте ребятки я рада приветствовать вас на уроке литературного чтения и тема нашего сегодняшнего занятия произведение михаила пришли на моя родина и как обычно мы свой урок начинаем с проверки домашнего задания дома вам необходимо было выразительно прочитать стихотворение нармурада нарзулаева мой край я верю ребятки что вы с честью справились с выполнением домашнего задания а сегодняшняя наша новая тема это произведение михаила михаиловича пришли на моя родина многие поэты и писатели также как и вы ребятки очень любят интересоваться изучением природы многие поэты и писателя также как и вы ребятки любят природу и всегда подмечают в ней что-нибудь необычное интересное сегодня мы с вами познакомимся с одним из удивительных людей это писатель михаил михаилович пришвин этот писатель страстно любил природу он описывал ее так словно пел торжественную песню пришвин родился в орловской губернии теперь это орловская область здесь он провел все свое детство среди громадного сада стоял старинный деревянный дом это было настоящее дворянское гнездо жилось в семье трудно мать осталась вдовой с пятью детьми семья была вынуждена уехать в германию там михаил пришлин окончил университет и стал агроном он собирался заниматься наукой но к тридцати годах решил ставить писателям очень часто произведениях пришлина читатели встречаются с собаками все собаки о которых рассказывает писатель были лично известны автору или принадлежали ему самому или его друзьям он очень любил этих животных и даже немного завидовал их нюхательному аппарату вот если бы мне такой аппарат вот побежал бы я на нитерок по цветущей красной вырубки и ловил бы и ловил бы интересные мне запахи михаил михайлович также любил вес и так он умел его понимать что даже в обыкновенной заячьей капусте видел что-то интересное под жарким солнцем она закрывалась а к дождю раскрывалась чтобы ей больше дождинок перепал как будто она живое разумное существо и так ребятки если вы готовы то мы сейчас прочитаем произведение михаила пришлина моя родина мать моя вставала рано до солнца я однажды стал тоже до солнца мать угостила меня чаем с молоком молоко это кипятилась в глиняном горшочке и сверху покрывалась румяной пенкой а по той пенкой она была необыкновенно вкусная и чай от него делался прекрасным это угощение решила мою жизнь хорошую сторону я начал вставать до солнца чтобы напиться с мамой вкусного чаю мало по малу я к этому утреннему вставанию так привык что уже не мог просвать восход солнца потом и в городе я вставал рано и теперь пишу всегда рано когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать и часто-часто я думаю что если бы мы так для работы своей поднимались солнцем сколько бы тогда у людей было здоровья радости жизни и счастья после чаю я уходил на охоту моя охота была и тогда и теперь находках нужно было найти природе такое чего я еще не видел и может быть никто еще в своей жизни с этим не встречался мои молодые друзья мы хозяева нашей природы и она для нас кладовая солнце с великими сокровищами жизни мало того чтобы сокровища эти охранять их надо открывать и показывать для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы в лесах степях горах разные ценные животные будем охранять наши леса степи горы рыбе вода птицы воздух зверю лес степи горы а человеку нужна родина и охранять природу значит охранять родину и так ребятки при прочтении данного очерка мы с вами встретили непонятные слова давайте сейчас попробуем поработать сейчас лексический комментарий сокровище это дорогая вещь кладовая место для хранения вещей в данном случае писатель образно называет природу кладовой солнце потому что солнце источник жизни а его кладовая это природа которая позволяет существовать всему живому пробуждается обозначает просыпается молодцы ребят мы продолжаем работать дальше сейчас я хочу задать вам вопросы на которые вы постараетесь мне ответить с чего начиналась родина для маленького пришли на молодцы ребят для маленького пришли на родина начиналась с мамы чем угощала мать будущего писателя чаем с молоком абсолютно верно почему чай с молоком решил жизнь пришли на хорошую сторону замечательно абсолютно верно поэт научился вставать рано до солнца в чем заключалась охота писателя правильно находить находки при этом не причиняя ущерб природе к чему призывает автор молодцы ребят автор призывает нас к тому что мы бы берегли и приумножали богатство нашей природы а сейчас ребятки откройте тетрадочки и мы с вами запишем план а что такое план молодцы план это краткая запись а прочитано первое вкусный чай второе восход солнца третье находки и четвертое обращение к молодым друзьям молодцы ребятки мы с вами хорошо и замечательно поработали сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть но отдыхать мы с вами будем с пользой я приготовила для вас фильм вы должны внимательно посмотреть его и после ответить на вопросы моего маленького теста готовы тогда мы начинаем мать моя вставала рано до солнца я однажды встал тоже до солнца чтобы на заре расставить силки на перепелок мать угостила меня чаем с молоком молоко это кипятилась в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалась румяной пенкой а под этой пенкой она была необыкновенно вкусная и чай от него делался прекрасным это угощение решила мою жизнь в хорошую сторону я начал вставать до солнца чтобы напиться с мамой вкусного чаю мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык что уже не мог проспать восход солнца потом и в городе я вставал рано и теперь пишу всегда рано когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать и часто часто я думаю что если бы мы так для работы своей поднимали с солнцем сколько бы тогда у людей прибыло здоровье радости жизни и счастье после чаю я уходил на охоту за перепелками скворцами соловьями кузнечиками горлинками бабочками ружья тогда у меня еще не было да и теперь ружье в моей охоте не обязательно моя охота была и тогда и теперь в находках нужно было найти в природе такое чего я еще не видел и может быть никто еще в своей жизни с этим не встречался перепелку самку надо было поймать силками такую чтобы она лучше всех подзывала самца а самца поймать сетью самого голосистого соловья молодого надо было кормить муравьиными яичками чтобы потом пел лучше всех а пойди-ка найди такой муравейник да ухитрись набить мешок этими яйцами а потом отманить муравьев на ветке от своих драгоценных яичек хозяйство мое было большое тропы бесчисленные мои молодые друзья мы хозяева нашей природы и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни мало того чтобы сокровища эти охранять их надо открывать и показывать для рыбы нужна чистая вода будем охранять наши водоемы в лесах степях горах разные ценные животные будем охранять наши леса степи горы рыбе вода птицы воздух зверю лес степь горы а человеку нужна родина и охранять природу значит охранять родину мать угостила меня чаем кофе с молоком и чаем с молоком правильно ребятки ответ в чаем с молоком потом и в городе я вставал на заре я оставалась первыми петухами я вставал рано следующий тест после чаю а я уходил на охоту б я уходил на работу в я уходил спать какой же ответ верный правильно я уходил на охоту ответ а четвертое мы хозяева нашей природы и она для нас кладовая солнца а с драгоценными камнями б с великими сокровищами жизни в с большим богатством какой же ответ верный правильно ну конечно же с великими сокровищами жизни молодцы ребят вы великолепно поработали на данном уроке на это наш урок подошел концу сейчас запишите домашнее задание дома вы прочитаете выразительно рассказ ответите на вопросы в учебнике перескажите текст и выучите последний абзац молодцы ребят вы замечательно поработали на данном уроке до свидания до новых встреч пошаговая инструкция регистрацию в эту маркет для того чтобы зарегистрироваться в эту маркет необходимо зайти в приложение и выбрать персонажа нажимаем кнопку регистрация затем нажимаем кнопку логин и создаем выбираем пол заполняем ячейку год рождения выбираем страну далее создаем пароль после всех операций нужно повторить пароль для ввода дополнительной информации о себе можно внести следующие данные имя фамилия электронной почты номер телефона далее нажать кнопку сохранить данные вот информации не обязательны нажмите в правом верхнем углу слова пропустить после завершения регистрации вы можете полноценно насладиться игрой также возможен пробный вход без регистрации здравствуйте ребятки я рада приветствовать вас на уроке математики и тема сегодняшнего нашего занятия проверка сложения но для начала как обычно наш урок я хочу начать с проверки домашнего задания дома вам надо было выполнить следующее задание на странице номер девять номер шесть для каждого числа назовите предыдущие и последующие числа первое число число 29 предыдущие 28 последующие 30 второе число число 60 предыдущие 59 последующие 61 число 99 предыдущее число 98 последующее число 100 молодцы ребят сверти правильность решения данного задания следующее задание которое мы с вами проверим это решение примеров уменьшаемые 78 вычитаемые 70 разность чисел равна 8 уменьшаемые 39 вычитаемые 30 разность чисел равна 9 1 слагаемые 89 2 слагаемые 1 сумма чисел равна 90 1 слагаемые 28 2 слагаемые 2 сумма чисел равна 30 к разности чисел 54 и 34 прибавляем 20 получаем 40 уменьшаемая выражена в сумме двух слагаемых первое слагаемые 60 второе слагаемые 23 сумма чисел равна 83 уменьшаемые 83 вычитаемая 80 разность чисел равна 3 молодцы ребятки в вы с легкостью справились с решением домашнего задания но мы с вами продолжаем наш урок как обычно мы с вами проведем математический диктант если вы готовы то мы начинаем запиши число в котором три десятка и девять единиц найди сумму чисел 52 и 20 найди разность чисел 47 и 10 запиши число в котором шесть единиц а десятков на 2 меньше запиши число которое меньше 30 на 20 20 меньше чем 100 запиши число которое предшествует числу 60 уменьшаемая 50 вычитаемая 20 найди разность молодцы ребятки а сейчас мы с вами сделаем действие проверки если вы готовы то мы проверим правильность решения математического диктанта проверяем 39 72 37 46 10 80 59 30 самое маленькое число и самое большое число и самое большое число проверяем самое маленькое число 10 самое большое число 80 насколько самое большое число больше чем самое маленькое число правильно на 7 десятков Вы с честью справились с решением математического диктанта. Молодцы, ребятки! Вы с легкостью справились с решением математического диктанта. А сейчас мы приступаем к решению, как вы догадались, правильно, логических задач. У бабушки два внука – Коля и маленький Олег. Бабушка купила им десять конфет и сказала Коле, чтобы он дал Олегу на две конфеты больше, чем взял себе. Как Коля должен был разделить конфеты? Посчитали? Догадались? Проверяем. Абсолютно верно! Шесть и четыре. Девятого июня был четверг. Какой день недели будет девятнадцатого июня? Абсолютно верно! Это будет воскресенье. Посмотрите на картинку, ребятки! Найди любимую рыбку Маши, если ты знаешь, что она не длинная, без горошин, не грустная. У нее закрыт рот и у нее не три полоски. Молодцы, ребятки! Вы правильно определили рыбку. На одном берегу утята, а на другом цыплята. Кто быстрее доплывет до острова? Ну, конечно же, ребят! Правильный ответ – утята. А почему? Потому что цыплята плавать не умеют. Молодцы, ребятки! Сейчас мы с вами поработаем по учебнику. Откройте учебник на странице номер девять и приступаем к решению задания номер один. Посмотрите, ребят! Шесть плюс четыре равно десяти. Назовите мне компоненты сложения. Давайте с вами вспомним. Правильно, ребятки! Первое слагаемое, второе слагаемое – сумма. Сейчас, ребятки, мы с вами приступаем к изучению и повторению темы проверка сложения. Давайте вспомним компоненты сложения. Первое слагаемое, второе слагаемое – сумма. Чтобы найти второе слагаемое, надо из суммы вычесть первое слагаемое. Десять минус шесть равно четырем. Чтобы найти первое слагаемое, нам надо из суммы вычесть второе слагаемое. Мы получаем первое слагаемое, равное шести. Молодцы, ребят! Мы продолжаем работать далее. Правило звучит следующим образом. Чтобы проверить сложение, нужно из суммы чисел вычесть одно из слагаемых. Ответ верен, если разность равна второму слагаемому. Данное правило вы, ребятки, выучите к следующему уроку наизусть. А мы с вами продолжаем работать. Следующее задание – это работа по учебнику на странице номер девять. Задание номер два. Решите примеры и сделайте проверку. Первое слагаемое – тридцать четыре, второе слагаемое – двенадцать, сумма чисел равна сорока шести. Давайте попробуем с вами сделать проверку. Для того, чтобы найти первое слагаемое, нам из суммы чисел надо вычесть второе слагаемое. Сорок шесть минус двенадцать равно тридцати четырем. Первое слагаемое – двадцать шесть, второе слагаемое – тринадцать, сумма чисел равна тридцати девяти. Чтобы найти первое неизвестное слагаемое, нам необходимо из суммы чисел вычесть второе слагаемое. В результате мы получаем первое слагаемое. Ответ верен. Первое слагаемое равно двадцати шести. Следующие примеры я предлагаю вам выполнить самостоятельно и проверить ответы с доской. Двадцать семь плюс одиннадцать равно тридцати восьми. Сумма чисел шестидесяти двух и трех равна шестидесяти пяти. Пятьдесят семь плюс три равно шестидесяти. Первое слагаемое – пятьдесят шесть, второе слагаемое – двадцать два, сумма чисел равна семидесяти восьми. Семидесят восемь минус двадцать два равно пятидесяти шести. И последний пример, который мы с вами проверим, звучит так. Первое слагаемое 44, второе слагаемое 32, сумма чисел равна 76. 76-32 равно 44. Молодцы, ребята! Вы выполнили абсолютно верно решение примеров. Мы работаем с вами далее. Следующее задание – решение задачи. Давайте вспомним, из чего состоит задача. Правильно, ребятки. Задача состоит из условия, из вопроса, из решения и ответа. Если вы готовы, то мы приступаем к решению задачи. Для начала мы прочитаем с вами условия данной задачи. В теплице расцвели розы. 60 белых и 40 красных. Сколько всего роз расцвело в теплице? О чем идет речь в данной задаче? Верно, о цветах. Какие были цветы? Правильно, речь идет о розах, которые были белыми и красными. Что еще известно по условию задачи? По условию задачи нам известно, что белых было 60 роз, а красных – 40. Что необходимо узнать в данной задаче? А необходимо узнать, сколько всего роз было в теплице. Давайте сейчас составим краткое условие задачи. Белых 60 роз, красных – 40. Как мы заменяем слово «всего»? Абсолютно верно, суммарной скобочкой. Сколько всего роз? Сейчас мы с вами решим данную задачу. 60 плюс 40 равно 100 роз. Ответ. 100 роз всего расцвело в теплице. Умнички, ребятки! Вы справились с решением задачи. Следующая задача – работа по учебнику на странице номер 9. Задача номер 3, вторая часть. В теплице расцвело 100 роз. Покупатель купил 60 роз. Сколько роз осталось в теплице? Итак, ребятки, что известно в данной задаче? В данной задаче известно, что было 100 роз. Купил 60 роз. И сколько осталось необходимо найти? Когда в задаче стоит слово «осталось» – это задача на что, ребятки? Правильно, это задача на нахождение остатка. Сейчас мы с вами приступим к написанию краткого условия задачи. Было 100 роз. Купил 60 роз. Осталось неизвестно роз. Решение. 100 минус 60 равно 40 роз. Ответ. 40 роз осталось в теплице. Молодцы, ребят! Вы справились и с этим заданием. Следующее задание – решение примеров. Посмотрите, ребят, на название компонентов. Слагаемая-слагаемая сумма. Какое действие мы с вами сейчас будем выполнять? Абсолютно верно. Действие сложения. Первое слагаемое 60, второе слагаемое 40, сумма чисел равна 100. Первое слагаемое 32, второе слагаемое 8, сумма чисел равна 40. Первое слагаемое 24, второе слагаемое 13, сумма чисел равна 37. Сумма чисел 50 и 5 равна 55. Абсолютно верно. Первое слагаемое 26, второе слагаемое 32, сумма чисел равна 58. Первое слагаемое 24, первое слагаемое 14, второе слагаемое 6. Чему равна сумма чисел? Конечно же. Сумма чисел равна 20. Первое слагаемое 57, второе слагаемое 32, сумма чисел равна, Абсолютно верно, восьмидесяти девяти. Ребята, вы с честью справились с выполнением и данного задания. Составьте следующую задачу по рисунку и решите ее. В большой бочке 40 килограммов меда, в маленькой бочке неизвестно, а всего 70 килограммов мёда. В большой бочке 40 килограмм мёда, в маленькой бочке неизвестно, но всего известно общее количество килограммов мёда, всего известно 70 килограммов мёда. Решение 70 минус 40 равно 30. Ответ 30 килограммов мёда в маленькой бочке. Молодцы, ребят! Вы с честью справились с решением и данных задач. А сейчас, ребятки, наш урок подошёл к концу. Сейчас я прошу вас записать домашнее задание. Домашнее задание на странице 10. Задание номер 6 и номер 7. Спасибо за урок. До новых встреч! Где начинается точка отсчёта важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями? С осознанием, что не всё так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остаётся так недосягаема. Но я не одна. Рядом со мной идёт наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задас ориентиры, решающий момент скажет нужные слова, что привезёт нас к триумфу, нашему общему триумфу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, НЕ, МАМА Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие ребята, продолжим с вами изучать алфавит узбекского языка. А какие мы буквы изучим сегодня? А какие новые слова? Вам интересно? Давайте посмотрим на экран и вместе продолжим изучать с вами узбекский язык. Как вы видите, дорогие ребята, сегодня с нами новые буквы. Т-МЕ. Повторяем. Т-МЕ. Очень хорошо. Итак, вспомним, какие же буквы мы изучили. А-О-НЕ. И сегодня добавляются ещё две буквы. А-О-НЕ. Т-МЕ. Очень хорошо. Доскеге, яна-баркарар, сізлер билан Т-ВА-МЕ харфларының бирикмасыны оқып курайлык че? ТА. Чудеем яхшы. ТА. ТА. КАЙТАРАМЫЗ. ТА. МА. КАЙТАРАМЫЗ. МА. ТОРАБОЛЯЧЕНЛАР. КАЙТАРАМЫЗ. МА. Яна-барбар. МА. Чудеем ТОРАБОЛЯЧЕНЛАР. Яна-барбар. КАЙТАРАБОЛЯЛИК че? ТА. ТО. МА. МА. ИСЛАБ КАЛДИНГЕЗМА БОЛЯЧЕНЛАР. ТЫ ХАРФА БЛАН ТАРВУЗ СОЗАЧКУ КЕЛЛА. Яна-кандый СОЗЛАР ТЫ ХАРФА ДАМБОШЛАН РИКЕН. КАНА БОЛЯЧЕНЛАР. УЙЛАБ КУРАЙЛИКЧЕ? Вы видите, дорогие ребята, на букву Т вышло первое слово. АРБУЗ. А по-узбекски это звучит. ТАРВУЗ. Повторяем, ребята. ТАРВУЗ. Очень хорошо. А какие слова мы еще знаем на эти буквы? А давайте посмотрим. СМОТРИМ РЕБЯТА НА ЭКРАН. БОЛЯЧЕНЛАР ЭКРАНГЕ КАРАЙМАЗ. СИЗ БЛГЯН ВЮЮМ. ТАРОК КАЙТАРАМАЗ. ТАРОК РАСЧЁСКА. Яна-барбар КАЙТАРАМАЗ. ТЫ ТАРОК РАСЧЁСКА. ЧИНГ КАРАЧЁ. БОЛЯЧЕНЛАР lindo tongue ук 싶ывания. ТЫ ТУЛК РАСЧ Sono gleу. ТАРОК КАЙТАРАМАЗ. БОЛЯЧЕНЛАР? ТАРОК КАЙТАРАМАЗ. БОЛЯЧЕНЛАР? ТАРОКЁСКА. ТАРОК КАЙТАРАМАЗ. БОЛЯЧЕНЛАР? ТАРОК КАЙТАРАМАЗ. БОЛЯЧЕНЛАР? ТАРОК РАСЧ CАER.urry животноеness これ не свaufen�. ТАРОК КАЙТАРАМАЗ. scroll бл 정말 удобно. ТАРОК Ca Cra hue. Крып-турпсис. Сыз, севген, иртек, кахраманы. Карлсын, кайырды, яшар иди. Топпа торы болелар. Томды. Том. Крыши. Повторяем. Том. Крыши. Чудахам торы. Яны бір боргай тарамыз. Тароқ. Тульки. Таразы. Том. Том. Ендейсі бола, чонлер. Дафтарымызны ачыб. Язышны башляймыз. Прописная буква Т. Баш харыф Т. Чудахам яшшы. Кичик харыф Т. Бола, чонлер. Итибар бейрамыз. Бу ерде, баш харыф білен, кичик харыф минь біленліге бір хыл болеші керек. Язо-йоткенде шунге итибар бейрамыз. Баш харыф Т. Прописная буква Т. Строчная буква Т. Кичик харыф Т. Манам бола, чонлер. Давам етамыз. Джудахам яшшы. Енді бола, чонлер. Иткенче харыф ке отамыз. А тепер мы продолжим изучать следующую букву. Мані көріп түрген еңгіздейк. Мы харыф хам узыны сізге таныштырды. Мы мүшуг. Ендейсі, мы харыфы білен. Янақандей созылар башланышына. Бір ойлап көрінчі. Джудахам тоғыр. Мэ, маймун. Повторяем, ребята. Мэ, маймун. Обезьянка. Мэ, маликя. Мэ, маликя. Принцесса. Джудахам тоғыр. Мэ, музы. Кәйтарамыз болы джонлар. Мэ, музы, льод. Джудахам яқшы. И любимай ваше лакымства. Ва ин яқшы көрген шырэнды гейс. Мэ, музықай мақ. Мэ, музықай мақ. Мороженныя. Правильно дейте. Топпатор болы джонлар. Мархамад. Яна барбар. Кәйтарып оламыз. Мэ, маймун. Мэ, маликя. Мэ, музы. Мэ, музақай мақ. Джудахам яқшы. Ислаб қолдыңгіз ма? Ендейсі, мэ харфыны, язма шәкіліні, дафтарымызге, язычыны башлаймыз. Мархамад болы джонлар. Баш харф ма? Мэ, прописная буква мэ. Страчная буква мэ. Джудахам тұр болы джонлар. Молодцы, ребята. А тіпек, папробуем с ними нэпісат слава. Дабайте, ребята, смотрим на экран. Ендейсі болы джонлар. Шу харфлар біля, созларны, язып, көрамыз. Олдыңгі дәрсді, сізлерге болалар, мұстақыл топшырық берілгенді. Сізлэр, керекли харфларны көйіп, кәтекчеларны, төлдіріщенгіз керекиді. Тұрғы манахозы худы шүндэйвазі фабирілген, манашу бошкетекчеларны, керекли харфларбла тұлдірінь. Джудахам тұр болы джонлар. Я надеюсь, ребята, вы правильно смогли выполнить это задание. А теперь посмотрим и проверим. Ендейсі болы джонлар? Текшырып оламыз. Мархамат. Кандейс осы чықып келді? Харфларны бірге көшіп, оқып көрамыз. О-та. Яны бір бор қайтарамыз. О-та. Отец. О-та. Жудахам тұр. Жудахам тұр. Яки көн деп таржыма қылынады. Джудахам тұр. Бұл жудахам тұр. Ендейсі ұчынчы. Расымге қараймыз. Ва, бош кетекчелерге керекли харфларны язып чықамыз. Мархамат ендейсі тікшіріп олень. Ті. О. М. Қандейсі өз пайдау болды? Том. Кәйтарамыз. Том. Крыша. Джудахам тұр. Вы справились с заданием. Молодцы, ребята. Кәйтарамыз. Ота мана от. Отец. Вот лошадь. Это бұр бірлінгізм бұлалар. Бұз бұрынчы бұр узбеки түліда. Кәптуздік. Это является предложением. Правильно, ребята. Теперь мы уже умеем составлять предложение. Джудахам тұр. Яна варбар кәйтарамыз. Ота мана от. Ендейсі мұстақыл топшырық. Берілген топшырықта сізләр. Ана от. Мана том. Сізләрге икіті гәп берілген. Это бұр бірин. Ана от. Кәйтарамыз. Ана от. Вон лошадь. Мана том. Кәйтарамыз. Мана том. Вот крыша. Мана щу бірілген икітайятна. Дафтарингезгя көчерень. Дорогие ребята. Самостоятельные задания. Посмотрите на эти предложения. Перепишите эти предложения. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Көріш көнчі. Хайр, азиз боля канлар.